здравствуйте дорогие зрители канала куплю интернет и читатели сайта куплю интернет сегодня у нас на разделочном столике оказалось вот этот чудесный аппарат который называется iphone 10 на 256 гигабайт space grey и сегодня мы его попытаемся скрыть также чехольчик ему есть но это уже дело 2 так вот кстати упаковка начиная седьмого iphone почему-то пошла не в целохлан а вот в таком вот виде слов а мне очень нравится можно было так вот аккуратненько вскрыть ножичком потом заклеить а здесь надо вот так вот его сдергивать а кстати купленном было вам видео замечательным кэшбэком по карте по бонусной системе и короче говоря сегодня 4 ноября и он уже у нас в руках так просто пошел оп оп а смотри как он развалился да да упаковку к сожалению уже нельзя будет остановить и еще раз использовать мог стать частью не ну кстати можно почему взял так и вот и все я просто сделать седьмым айфоном в свое время не получилось у меня к сожалению не получилось либо руки заточены внутри у нас тут находится внутри находится информация что все дизайн дизайн яблоков в калифорнии внутри есть привет внутри скрепочка внутри есть а наклеечка яблочная ёшкин твой кот очередная и о чудо внутри есть собственно говоря сам агрегат но первое ощущение он клёвый пляха-муха он прям реально кайфовый лежит хорошо чем отличается от 7 плюс примеру 6 плюс 6 6 короче от 8 плюс пример вот он у нас 8 плюс есть 7 пардон 7 плюс он здоровый этот же обладая экраном таким же даже на или побольше чуть экран 5 и 8 дюймов здесь в этом аппарате 5 и 5 здесь но по площади здесь чуть чуть побольше в силу того что нет по факту игрок по факту экрана одинаковые но вот по размерам даже если учитывая что чехол все равно плюсом больше до чехол мы можем даже снять чтобы оценка была релевантной вот пожалуйста парад без чехла прекрасно видно массово габаритные размеры габарит массовые размеры примерно одинаковые повесу за повесу они примерно на самом деле похожи да здесь металл алюминий 7000 здесь стекло рамка боковая у данного аппарата из хирургической стали какой-то модной которая сделана именно для этого аппарата у светлой версии уже есть некая такая обратная связь она стирается очень-очень быстро в течение двух-трех дней черная версия в этом плане более утилитарно более практично и соответственно более долговечно поэтому рекомендуем если для вас аспект является важным все же приобретать именно черную версию белая смотрится на самом деле чуть чуть больше визуально по опыту общения с белыми парадами белый берешь такой же он кажется немножко больше чем черный за счет того что белый цвет немного увеличивает черный наоборот меньше делает но черный реально очень круто смотрится клёво да еще маленькая ремарка и у светлой модели и у темную space grey фронтальная панель абсолютно одинаковая то бишь черная отличие у белого черного только в боковых гранях соответственно черное черное-серое ну белая аля да и задней панели соответственно поэтому если вы в чихли ности то по большому счету принципиальной разницы между черным и белым никакой нет кроме кнопочки кнопочки седьмой части есть восьмой здесь кнопки нет и непривычные я понял что белые и черные они не отличаются на фронтальной части только а я про свою доме я думаю про кнопочку кнопочка кнопочки нет кнопочки нет тут раз кнопочка появилась и что-то происходит а здесь ничего не происходит ну да ладно комплект классический зарядочка которая уже несколько дома наушнички которые в принципе можно уже смело куда не продавать потому что есть беспроводные наушники и о чудо вот этот замечательный кабель который в хозяйстве всегда пригодится ну и все собственно говоря больше внутри ничего нету стоит в россии он 19 2 90 90 это версия 256 гигабайт есть резон конечно приобретать именно данную версию в силу того что аппарат снимает и 4k видео и соответственно последняя последние софтины которые появляются на iphone это и на андроиды обладает очень большим объемом памяти соответственно рекомендуем настоятельно приобретать именно модель с большим объемом памяти да была надежда у нас у всех на 128 что появится модель на 512 гигабайт на 512 не появилось вероятнее всего мы ждем от компании apple в следующем году в сентябре месяце 18 года самые жадные из нас ждут самые ненасытные ждут аучи один терабайт лучше сразу пускай терабайт в два раза дороже но мы берем совершенно верно и по поводу зарядки да вот то о чем дмитрий сейчас рассказал что зарядка идет комплекте обычно 1 амперная в чем отличие данной модели от старых версий от айфона 7 плюс и все и же с ними все что ниже по версиям у этой модели появилась быстрая зарядка которую можно получить путем подключения зарядного устройства от макбука у нас эти макбук есть ему можно от него заливаться артестить да там течение избитой заряжается на только десятка десятка 88 плюс возможности не без права а быстро зарядки плюс беспроводная зарядка на тыльной стороне вот здесь есть соответственно контакт для проведения ну для получения заряда через технологии че но кстати вот расскажу по большие плюсы мониторов usb type-c я перестал пользоваться зарядкой на макбук потому что на мониторе type-c есть подключаешь и заряжаться с монитором просто забросил у шкафа надо не касается нашу приму на прямую нашу видео да теперь мы посмотрим чехольчик без аус никто без аус холша недели три назад не прислал чехольчик очень вдумчиво убирал на магазине грбс.com и такие выбрал чехольчик как утверждается противоударный и не снимая пленочки можно его примерить прям все да да сушен в лес ну и что тут она да все правильного лизова пленка ну и вот собственно да отлично сидит и по весу зацени да кстати папара с точки зрения вот восприятие да это конечно играет большую роль то насколько аппарат хорошо сидит в руке и я вот пользуюсь айфонами большими я имею ввиду большими я призываю начиная с 6 6s 7 плюс ну все плюсовые версии он первое тяжелый настолько тяжелый чтобы а не получите не получать кого-то дискомфортов в последовательном пользовании ну по крайней мере сейчас на первый взгляд на первый по первому ощущениям и при этом он действительно чуть-чуть говорить маленький реально маленький у меня рука не маленькая да ну компактный будет правильно тогда рука не маленькая вот было очень много обзоров что многие ребята не достают тире девчата до верхней штуки потому что напоминаю вот здесь находится два меню или 2 2 2 типологии меню выводим вот именно свайпом да здесь свайпа управления но в этом случае для меня это не является проблемой можно легко дотянуться до верхней части экрана и соответственно все опции все функциональные менюшки вытащить легко непринужденно не знаю как у вас но вот пожалуйста возможно это опыт использования именно больших аппаратов где в принципе при желании можно перехватив аппарат в одной руке до дотянуться до любой любой части экрана здесь это гораздо удобнее вот данная ситуация пока мы еще не знаю насколько будет комфортно удобно используя используя жестовое управление то бишь нижней части верхней части думаю дмитрий видео сделать еще отдельно по этому поводу но с точки зрения именно массы габаритных размеров первое тяжеленький приятный второе относительно опять же все мире относительно относительно большой аппарат поменьше при примерно том же экране а может даже чуть больше да юра но кстати вот в 5 с пользуюсь в течение месяца и валюча на мысли что постоянно пытаясь вызвать меню который опускает вниз после чего все три раза речебилити на этом аппарате есть но когда уже включен когда будешь показанную систему шоу то соответственно включается свайпом в коротке в нижней части части с контекстными не посмотрим понадобится она или нет на самом деле ну и понятное дело пленочку защитную наклеить но это в более теплой обстановке в теплой и влажной обстановке так сказать спасибо за внимание покупайте через интернет экономьте денежки собирайте кэшбэки ну и всего доброго если будут пожелания с точки зрения съемки дополнительных видеороликов про данный аппарат то пожалуйста пишите в комментариях к этому видео обязательно учтем всего хорошего до свидания